Привет, дорогие друзья! А давно мы ничего не слышали про скрепы. Я, честно говоря, думал, что этот бред остался глубоко позади. Нашли общие скрепы. Общие с Африкой. Есть такой персонаж Франц Клинцевич, который до недавнего времени был сенатором в несуществующем сенате. Это место правильно называется Верхняя Палата Парламента. Хотя говорить о парламентаризме в России это как бы такое. Ну ладно. Раньше Клинцевич был типа сенатором, а теперь стал упоротым экспертом во множестве шоу ненависти. И именно он обнаружил те самые общие скрепы. Африка сама выстраивает с нами такие вот хорошие партнерские отношения. А Западу, наоборот, нужно, я так понимаю, включаться в борьбу теперь за Африку. Франц Адамович, как вы считаете, а Запад потянет? Запад потянет. И обольщаться нельзя. Не случайно они длительное время были колонизаторами. Длительный период нашего нахождения в Африке, Советского Союза, где они нас считали русскими, он остался в них в позитиве. Здесь все начинается традиционно с удара под дых всему, что называется логика. Значит, Запад долгие годы колонизировал. Потом там мы были очень много лет, а Африка все равно самый нищий континент на планете. И кто в этом виноват? Ну, понятное дело. Неожиданно. США. Потому что, когда мы ушли, а мы действительно ушли, было возобновлено, особенно со стороны американцев, это шакалы, налетевшие на это, не считающие их ни за людей, ни за возможность нормальных партнерских общений европейского, так называемого, цивилизованного мира за стекляшки купить этих людей. США-то здесь при чем? Самая большая колонизаторская деятельность была как раз у Франции. Ну и у некоторых других стран. США тут вообще ни при чем. Хотя, с другой стороны, все ж имперские патриоты в курсе, что за всем, что происходит в мире, стоит США. Но, во всяком случае, за действиями Европы точно США. Даже в далеком прошлом. Франция что-то делала, а виноваты все равно США. США там все покупали, типа, за бусы, а мы же будем не так. У нас будет все по-честному, настоящие партнерские отношения. США в очередной раз просчитались. Сегодня американцы понимают, после этого саммита, вместе с французами, что они очень серьезно просчитались с Россией. Вот именно с Россией они очень серьезно. Они не учли вот тот духовно-нравственный, морально-политический аспект. Духовно-нравственный, морально-политический аспект. Вы чувствуете, как замшело? Какой подвальный смрад от этой фразы. Годов, наверное, как минимум из 60-х. Это ж просто фантастика. Америка, главное, не учла. Они никак не учитывают. Они частично учли, когда нанимали Украину. Когда они ее переформатировали. Когда пытались и пытаются стереть с лица земли те наши завоевания и наши глобальные, духовные, нравственные и другие скрепы, которые были. О чем он? Как все это соотносится? При чем здесь эти переходы теперь про Украину? Там они учли, тут они не учли. А у нас самая мощная духовно-нравственная скрепа. Морально-политическая. Но не только самая мощная духовно-нравственная скрепа, а как же не учтенный генетический код. Самый уникальный, который есть только у нас. Они, к сожалению, последствий даже не понимают. Генетический код у русских людей остался. Они же находятся абсолютно в другом деструктивном отношении. Те, которые были с нами, которые разговаривали по-русски, когда общались по-русски. Тех, которые русский язык сегодня не знают. Они заведены в заблуждение. К сожалению, этих поставить на место придется только силой. А, ну понятно, нравственная духовно-политическая скрепа, плюс еще уникальный генетический код, который выражался в том, что говорили по-русски. Какая-то прям очень уникальная скрепа, да вместе с кодом. Но главная логику вы отследили, значит, силой всех тех, кто не хочет говорить по-русски. Но это если коротко пересказывать, этот практически бессвязный набор слов. Но ведущему этого шоу «Ненависть и Асташка» ему как бы не хочется удаляться весь этот полумифический бред про эти скрепы. Он хочет про что-то конкретное. Про невероятные успехи на саммите России и Африка. Оказывается, на этом форуме тоже все западные страны просчитались. Просто чудовищно просчитались. Здесь нас ждет, как всегда, очередной успех, очередные достижения. Изоляция России провалилась, это очевидно. Форум «Африка-Россия» показал это открытым текстом. И почему Запад так просчитался? Они же всегда все рассчитывают на несколько шагов вперед. Ну, они просчитались, вы правду сказали. Ведь в Африке огромное количество людей, которые прошли обучение в России. И они сегодня, в отличие от всего цивилизованного Запада, как они говорят, имеют возможность смотреть наши каналы, получать информацию с первоисточника, давать оценку и понимать, говорят, да ведь я знаю, это правда, они там не врут. Да, это ужасная история. И, кстати, доказывающая, что на самом деле все строго наоборот. Эти страны Африки, они очень плотно обрабатываются пропагандой. Тут даже переводить ничего не надо на местные языки. Достаточно просто этот бред в оригинале толкать. И люди верят. Конечно, печально наблюдать, как люди будут прозомбированы пропагандой, потому что верят тому, что говорит телевизор. В реальности же все не то, чтобы даже не совсем так, а прям совсем не так. Прям совсем наоборот. Телевизионная реальность, она существует исключительно в телевизоре, исключительно в пропаганде. В реальности же все намного жестче. Они понимают, насколько сегодня Россия стабильна и успешна. Здесь прям комментарии, по-моему, чуть ли не излишни. Действительно, наверное, с африканской точки зрения все, наверное, как-то стабильно и, наверное, даже успешно. Правда, если все оценивать с нормальных точек зрения, то получается все совсем по-другому. Но это разве важно? Главное, чтобы в Африке всем казалось, что все у нас прям стабильно и даже максимально успешно. Ну а дальше он приводит прям понятный пример, почему в Африке здесь считают все стабильно и все даже успешно. Оказывается, он лично видел африканскую медицину. И наша медицина на фоне африканской. Это еще прям вполне неплохо. Я был где-то два или три года в одной африканских стран. И так случилось, попал в аварию. Послушайте, я первым, что увидел их, у меня чуть слезы на глазах, и сказал, я порву любого, кто будет ругать нашу русскую медицину. Потому что в таких условиях, в которых был я, это не выносим. Мне купили тачку, чтобы я в коридоре в реанимации был, потому что все остальные лежали. Просто казалось, что нормальные люди должны сравнивать медицину в собственной стране с медициной в передовых странах мира и добиваться того, чтобы было тоже не хуже. А получается, что сравниваем нашу медицину с медициной Африки и радуемся тому, что у нас не такая, у нас-то получше будет. Прям классная ситуация. Вы видели, какая медицина в Африке? Вы что, так же хотите? А ну, срочно всем радоваться, нашей медицине. И в этой ситуации, в том числе и в развале всего, что есть в Африке, кто опять же виноват? Ну, ясное дело, западные страны. Ну, а то кто же? Это коллективный Запад за многие десятилетия довел Африку, выкачивая ее ресурсы. И те руководители, которые учились у нас, которые знают Россию, которые общаются с нами, они понимают будущее их сегодня в России. Это же просто отвратительная пропаганда, так все упрощать. Виноваты западные страны, потому что они там что-то грабили. И ни при чем здесь получаются не эти бесконечные гражданские войны. И то, что страны Африки усиленно накачивали оружием. И, кстати, Советский Союз здесь играл совершенно не последнюю роль. И ни при чем здесь, конечно, то, что Африку до сих пор используют, ну, в лучшем случае, для того, чтобы дружить против кого-то. Ну и, естественно, как источник огромного запаса природных ископаемых. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.